Михаил Глотов увлекается живописью с юных лет. Одно из самых ярких впечатлений он получил, когда увидел, как восстанавливают панораму освобождения Севастополя. Тогда юный художник был в шестом классе. Вдохновленный увиденным, он помчался домой, взял краски и написал свой первый натюрморт. С тех пор прошло 70 лет, и автор до сих пор продолжает творить. Выставку я посвящаю памяти своей жены, Лидии Александровны. Это женщина огромной доброты, доброты верности и благородства. Меня больше, как говорится, импонирует, потому что пейзаж не крутится, не вертится, понимаете, вот так вот, человек всерьез. Вот, у меня все два портрета написал. Портрет жены и дочери, так как натура уже надежная. Каждая из работ художника начиналась с зарисовки, этюда. Путешествуя по Крыму, Михаил Глотов старался запечатлеть ускользающий момент в картинах. Делал наброски, а дома уже по памяти восстанавливал всю красоту мгновения. Большинство работ написано в этом году. Знаете, когда художник, он что-то у него западет в голове, вот, понимаете, он ее держит до поры до времени. Потом есть возможность, он встанет и напишет. Вот там со скалой, со стри скалы там, я писал 50, не, сколько, ну, лет 50 назад, да. Да, этюд. А потом, я все время это держал в уме. Надо написать, надо написать. Ну, и когда написал, вот, уже написал, уже в этом году. Любовь к изобразительному искусству в семье Глотовых передалась по наследству. Дочь художника, которую он изобразил на портрете, также занимается живописью. Мне, наверное, повезло. Я вижу работу художника изнутри. Всю свою жизнь я вижу рядом мольберт, картины. Я вижу творчество моего папы. И, конечно, не могло не повлиять на меня. С детства я была и человеком, которому позировал. Не очень нравилось. Ну, все, наверное, дети художников должны это пройти. И в итоге, конечно, я выбрала свой путь, связала его с изобразительным искусством, с творчеством. Увидеть картины персональной выставки Михаила Глотова может каждый желающий. Экспозиция работает в выставочном зале Севастопольского отделения Союза художников России, который расположен на Репино, 21, до 11 июня. Дарья Юхновская, Андрей Вовк, Севинформбюро.